Всем привет! С вами Олеся Селезнева. И я записываю это видео для тех, кто в последние несколько дней звонил либо писал мне с вопросом, а что случилось в компании Армель? А ты видела последнее видео Юлии Дмитриевой? Скажи свое мнение на этот счет. Но для начала я скажу тебе, что уже давно мной было замечено, что любой негатив, он как магнит притягивается к людям. Людям лишь бы обсудить какие-то сплетни, какие-то интриги, что-то негативное. Просмотров сразу большое количество. Лайки, дизлайки тоже, да. Между тем, знаете, вот люди как будто ждут какой-то подвох. И вот оно, информация цепилась, и люди прям ладоши трут. Ну вот-вот, я же говорила, ничего у тебя не выйдет. Плохая компания. Плохо поступили с лидером в компании Армель. Я ни в коем степени не берусь судить эту ситуацию. Я лишь только выскажу свое мнение на этот счет для того, чтобы пояснить картину, что вижу я и как планирую развиваться я. И скажу, что в любой компании случается такое, что лидеры теряют статус по разным причинам, по своему личному желанию, не выполнили объемы, еще что-то, да. И из этого не делают какой-то такой большой истории. Что касается Юли Дмитриевой, для меня Юля, Юль, ты об этом тоже знаешь, является примером, показателем, да. Это человек, у которого действительно есть результат не на словах, а на деле. Юля одна из первых, да, запускала компанию Армель. И не мне судить, что там произошло у нее с Вячеславом Демидовым, да, и принимать чью-то сторону, это самое плохое, что может быть, да. Даже вот, не знаю, в семье ругачка, да, жена с мужем поругались, и, допустим, кто-то из родителей чью-то сторону принимает. Мы с женой помирились, кто крайний? Крайние остались родители. Поэтому крайним быть всегда плохо. Я лично не знаю Юлю. Я могу сказать, что по Юлиным видеороликам я училась и учусь. И нельзя, вы со мной согласитесь, нельзя отрицать, что Юля сыграла, ну, большую роль вообще в продвижении, в обучении тех людей, которые начинали бизнес компании Армель. Я не знаю лично Вячеслава Демидова, да. И, кстати, еду 11 февраля на открытие Казахстана, и буду очень рада познакомиться с ним лично. Для меня Юля — это лидер, которого я высоко ценю. Для меня Вячеслав — это человек, который организовал компанию Армель, создал компанию Армель, с которой я на данный момент сотрудничаю. Что там произошло? Судить не мне, судить не вам. Но скажу так, что у любой ситуации есть две стороны. Да, когда мы послушали видео Юли, Юль, я досмотрела его до конца, целый час вот и до, даже больше, да, конечно, можно подумать, ну, как бессовестно, да, и вообще перспектив, а вдруг со мной так поступят, да. С другой стороны, мы не слышали мнения Вячеслава. И уверена, если послушать его, то, возможно, ситуация будет преподнесена совсем с другой стороны. Но, друзья, зачем нам это? Я лично, я не хочу опускаться до уровня сплетен. Мне это не надо. Для себя я вижу, ну, на ближайшие несколько лет огромную перспективу. Когда мне звонят и спрашивают, я говорю, ну, вот, смотри, возможно, это видео как-то, ну, повлияло, да, на твоё отношение, у тебя возникли сомнения. У тебя люди подключаются, да. У тебя товар продаётся, да. Да, бизнес растёт, товарооборот компании растёт, да. Ты знаешь, да, ты в курсе, что открывается новая страна, да. В чём вопрос? В чём твои сомнения? Если сегодня это работает, это надо делать. И я в компанию пришла на конкретный инструмент, да. И, да, было здорово, когда Юля развивала компанию. И уже, будучи не топ-лидером, Юля продолжала консультировать, помогать, за что ей огромное спасибо. И свой результат я во многом адресую именно этому человеку, да, вот именно в парфюмерии. Юля тот человек, который мастер своего дела. Юля большой профессионал, да, своего дела. Она выросла, и она вправе открыть, создать, да, свою компанию. Почему бы нет? Почему нужно воспринимать факт ухода Юли как нечто сверхъестественное? Мы все с вами свободные люди, мы вправе выбирать, отслеживать рынок. На сегодня у Юли нет предложений какого-то конкретного. Да, если это будет стоящая компания, и вы для себя рассмотрите перспективу развития именно с той компании, да ради бога, никто вам не скажет, но если мы строим бизнес в одной компании, то, естественно, переходя в другую, ну, никому это не понравится, что топ-лидером двух компаний одновременно не будешь, да, поэтому какой-то контракт, он волей-неволей закрывается. Тем более здесь речь стоит о создании своей похожей компании. Всегда люди будут говорить, обсуждать, мусолить. Вот для меня лично важен показатель роста моего бизнеса, показатель прироста новых людей, показатель товара оборота. Одно то, что оборот моей команды составляет 1% от товара оборота всей компании, это уже огромный показатель, и, естественно, я иду дальше, я иду вперед. Но если завтра вам что-то предложат, вы можете вникнуть в какой-то новый проект, рассмотреть его, и если вам там будет удобней, комфортней, бизнес свободный, делаем его там, где мы хотим. По поводу того, что тот, кто общается с Юлей, того терминирует, но, по-моему, это не совсем так. Так, я общаюсь с Юлей, да, конечно, это не так часто и не так много, но в любой компании есть топ-лидеры, на которых мы учимся, да. Я общаюсь с другими топ-лидерами других компаний, что меня теперь надо терминировать с Армель. Ни разу мне руководство компании не позвонило с такой, скажем так, просьбы, не общайтесь с Юлей Дмитриевой, иначе мы вас терминируем. Зачем? Если я показываю рост, если есть сравнение, да, на меня, на команду, какой смысл президенту компании терминировать человека просто так, без наличия каких-то причин? Я уверена, что на, допустим, на меня, возможно, там, да, ну, нравятся какие-то идеи, равняются люди там с других сетевых компаний. Сетевой вообще бизнес, дубликации. Если нам нравится чья-то философия, чье-то понятие, чей-то результат, почему мы не можем учиться у этих людей? Вы услышали для себя, что утекут флакончики? Ну, это есть везде. Даже в крупных компаниях мне приходилось писать претензии, менять товар. Но после этого компания не развалилась. А компания 50 лет, а компания Армель всего год. И скажите, неужели были такие поводы? Ну, лично у моих партнеров, у кого были такие случаи, флаконы возвращались. Компания реагирует на это. Что здесь такого? Это технический момент, который имеет место быть всегда и везде. И многое зависит еще от условий транспортировки, да. Возможно, эти флаконы там кидают, конечно, они разбиваются и текут. Я лично не вижу повода чего-то бояться, чего-то пугаться, не видеть перспектив. Все отлично. Компания идет вперед, развивается. Никому не рекомендую опускаться до уровня сплетен, обсуждать то, что нам не подвластно. Лучше делать то, которое ты делаешь, делать качественно, профессионально и показывать результат. Ну и, конечно, безусловно, учиться у тех людей, у которых есть результат. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.